Под аккомпанемент военного оркестра раздается пушечный выстрел на Федюхиных высотах, ветераны, военнослужащие, курсанты, офицеры, священнослужители. Почтить память воинов Крымской войны пришли десятки севастопольцев. Прежде чем произошло это Балаклавское сражение, ему предшествовали события. Ведь, во-первых, Балаклава была главной базой английской армии и флота. И для этого, чтобы ее сделать базой, они должны были ее захватить. Но сделать это не удалось. Тогда было несколько ключевых эпизодов. Русские войска взяли четыре передовых редута, защищавших лагерь союзников. Тогда же и была оборона шотландского пехотного полка и атака британской бригады. Итог сражения – отказ штурмовать Севастополь. Видя пример прошлых лет, конечно, война – это такое событие, когда действительно много места для подвигов. Человек находится в обстоятельствах, когда он не может с этих обстоятельств вырваться. Но в мирное время, анализируя поступки тех людей, мы должны понимать, что у нас еще больше шансов сделать что-то хорошее. Севастопольцы действительно из события в событие показывали удивительный пример стойкости и мужества. С праведными сопричатый нас поминуйте к благу, и человеку любец. Силу духа и героизм солдат Балаклавского сражения чтят минуты молчания. Потомки. Уже в мирное время. Татьяна Конрадия, Марина Куприенко, Владислав Иванов, Севастопольское телевидение.